Быков, который написал... Вы на что видитесь про Быков? Потому что он назвал вашего отца монстром? Да нет, там какая-то история была, что папа был расчетливый. Папа был вообще не расчетливый. Беда папы была в том, что он был не расчетлив. Вообще. И он был на самом деле абсолютно предельно эмоционален. Как ни странно, мама была гораздо более собранной, и она папу тащила. Потому что папа был чек... В общем, чек... Иногда невероятно обойтельный, иногда чек печали и страдания. Но Быков же не обвинял его в расчетливости. Он написал, что Герман... Причем... Я помню, я помню, я помню с Быковым. Это интересно. Значит, он якобы разговаривает с Ермольником и описывает этот разговор с Ермольником. Где, значит, Ермольник якобы ему это формулирует, а Быков передает, что у Германа было всегда очень четкое такое поведение. То есть он знал, как себя вести, как себя преподать. Это неправда? Нет, это неправда. Он никогда не думал о том, как себя преподать? Он никогда не чувствовал себя, не вел себя как великий режиссер? В меньшей степени, чем очень многие, я бы так сказал. В меньшей степени. То есть это все было естественно в нем? Ну, конечно. Конечно, он мог напомнить о себе, когда ему казалось, что его забывают. Но он не строил с себя, не с себя. Понимаете? Я помню, он не играл в эти модные все игры. Я помню, как он первый раз познакомился с интернетом, когда он поддержал строительство небоскреба. Значит... И вообще, я так сейчас послушаю, что он абсолютный коллаборационист, конечно. Небоскреб поддерживает. А что плохого в небоскребе? А с Бегловым дружили. Слушайте, он с Бегловым не был тогда уж таким большим начальником. Ну что, держусь с Бегловым. А с другими начальниками он ругался, а с другими начальниками он не разговаривал. Как так получилось, что Герман поддерживал небоскреб, против которого была вся весь Питер? Вы считаете, ничего плохого в этом небоскребе? Честно? Да. Нет, соврите. Не буду. Я считаю, что городу нужно дополнительно впрыскивать энергию. Я считаю, что городу нужно фигануть адреналин. Я считаю, что небоскреб, который построили, это хорошо. Я считаю, что город-музей в центре, это прекрасно. Главное, чтобы еще здания не разваливались и там бомжи не ползали. Потому что... Не важно. Но я считаю, что в городе надо добавлять культурных институций и добавлять современной, хорошей, хорошей, современной архитектуры, настоящей, которая есть. Хорошая архитектура? Вахта-центр. Я считаю, неплохая. Я считаю, вахта. Я считаю, неплохая. Плохо подсвеченная, но моментами, потому что там стеклянные здания, как мне объяснили, нельзя. Я считаю, неплохая. Когда вся питерская интеллигенция размущается, что вот как-то они называются, архитектурная архитектурная доминанта, и сломалась линия горизонта, да, или как-то это у них называется? Вас не смущает? Нет, меня это не смущает. Сейчас меня совсем вся, конечно, возня видит. А я так скажу, меня, знаете, что смущает? Меня смущает грибок в огромное количество домов на стенах, который вреден. Вот это, да, которые, там, дети, и всем все равно. И управляющим компаниям все равно. Вот это меня смущает. Значит, надо все снести изнутри. Нет, надо не снести, надо просто нормально работать, обрабатывать средствами противогрибковыми, там, где люди живут. Вот это. Ну, понимаете, мы же видим Лондон. Ну, вот в Лондоне построили какое-то количество современных зданий. Что, Лондон умер? Не умер. Лондон что с ним? В Париже? В Париже. Я давно был в Париже, последний раз, к сожалению. Блин, ну да, наверное, да, и что? Я не вижу, понимаете, должно быть какое-то, должно быть какое-то обновление. Что плохого-то? Не вообще. Вы внук выдающегося советского писателя Германа, сын великого русского режиссера Германа. Вы чувствуете себя недогерманом? Нет. Нет. Во-первых, я не очень понимаю критерии недогерманом. Являюсь я режиссером хуже, чем мой папа. Являюсь. Являетесь? Наверное, да. Наверное, да. Наверное, все-таки у меня нет вот этого какого-то райски-адского чувства, чувства правды. Я немножко, наверное, более рассудочен, к сожалению. Наверное. В других отношениях являюсь ли я, хотя, неважно, являюсь ли я перегерманом где-то. Я являюсь еще и перегерманом. А где вы являетесь перегерманом? Характер. Характер. То есть гораздо более говнистый, чем папа, что ли? Что значит говнистый? Что вы все вот в такие очень простые рамки какие-то? А что? А что, вот я и говорю, что имеется в виду характер? Неуживчивый, печальный, потому что я очень многое понимаю. А папа не понимал? Понимал. Недоверчивый, наверное, во многом. Это, кстати, от папы, потому что папа мне всю жизнь рассказывал, что когда запретили мой друг Ивану в общину, они поехали на дачу с мамой, им никто не позвонил. Позвонил несколько человек всего. Несколько. Но это уже много? Ну, уже немало, да. Ну, уже было бы огромные столы, были группы, которые оба... Понимаете? Вот. Со странными какими-то выпадениями, которые там свойственны нашей семье, когда ты вдруг куда-то погружаешься и сложно из этого вылезаешь. Это тоже во мне есть. Но все, что вы говорите, было и вашим отцам, очевидно. По крайней мере, сейчас вы апеллируете к нему. Ну, мы все равно разные с ним, потому что он... Он... Был такой более инстинктивный. Он... Это его... Это его колоссальный плюс. Он был такой более... Более упуленный в эмоциональную память, которую он переносил. Переносил на экран. И, понимаете, ну... Понимаете, как вам сказать? Вот Пикассо. Мог быть только Пикассо. Да? Не может быть второго Пикассо. Вот не может быть. В хорошем периоде. Соответственно, про папу. Можно ли быть вторым Германом младшим? Можно. А Германом старшим вторым быть нельзя. И это разница. Я про это и спрашиваю. Вы не чувствуете себя ущербом? Нет, мне абсолютно наплевать. Во-первых, еще посмотрю, как будет дальше. Во-вторых, понимаете, я ни с кем не соревнуюсь. Вы не соревнуетесь с отцом? Нет. Не хотите, не думаете? Вот здесь я буду круче, чем Павла. Вы знаете, я открыт... Вообще, я в последнее время понял, что у меня двери открыты ко всем и ко всему и ко всему жизни. Вот я... Вот Оскар был. Который, естественно... Да, не смотрел, спал. Значит, выиграл. Это Хлоя с фильмом, понятно. Не помню, как называется. Я даже не помню. Земля кочевников. Да, Земля кочевников, да. Она была... Я вчера пытался его смотреть. Она у него... У него была хорошая первая картина. Хороший. Хлоя Джи, она, по-моему, что-то такое. Она называлась Наездник. И она молодая девушка, которая, ну, когда все, у нее там 20 джекпотов одновременно. И я с удивлением сегодня думал, вот я говорю, вот есть какая-то зависть? Хотел бы? Я понял, что у меня нет ни зависти, ни это самое. Я как-то научился понимать, что у каждого должна быть разная жизнь, и пусть живет как хочет. Ну, вы хотите Оскар? Что, всех послать? Получить и, наконец, рассказать про всех плохое. Ну, конечно, ну, как, наверное, я хочу Оскар. Ну, конечно, все, ну, все хотят награды. Хотите вы Оскар? Вы хотите Оскар. Я не хочу Оскар, я не кинематографист. Я хочу имя. Ну, хорошо. Ну, и тоже какой-нибудь другой Оскар. Не знаю, журналистский. Здесь все кто-нибудь хочет свой Оскар в жизни. Я нет. Ну, хорошо, вы не хотите. Я просто у меня лень. Ну, вы, значит, лучше, чем я. Но уже хорошо. А вы чувствуете, что ваши фильмы недооценены? Я чувствую, что некоторые мои фильмы гораздо лучше, чем их воспринимают. Например? Да, все. Да? Да многие. Ну, то есть, у нас какие-то фильмы удачные были. А как их воспринимают? И как вам хотелось бы, чтобы их воспринимали? Вот у вас там Серебряный Лев, по-моему, да, есть? Есть, да. Я могу сказать, я считаю, что часть людей просто не догоняет то, о чем я говорю. И поэтому мне приходится каждый раз говорить проще. Чем проще я говорю, тем лучше фильмы, условно, как бы у них дальше судьба, их лучше там покупают там Netflix и так далее. Условно. А вам не кажется, что буквально чем проще, тем лучше, на самом деле? Я думал, что... Что люди не то, что не понимают, что вы говорите, а вы пытаетесь все усложнить? Ну, жизнь же вообще сложная. Послушайте. Ну, я уверен, что она очень многогранная, очень сложная, не существует простых ответов, и она состоит из огромного, огромного, огромного количества каких-то там составляющих. Понимаете? Можно делать вид, что их составляющих пять. Потом можно сделать вид, что как бы есть человек в красном, ты и ко, который хороший, и в синем, который плохой. или наоборот. Понимаете? Можно. Но на самом деле жизнь есть бесконечная как бы вариация деталей. Поэтому и мне все оказалось, что это очень важно. Потом в какой-то момент, потратив пять лет, я понял, что люди не очень догоняют и как бы не очень это все не очень надо. Я подумал, ну ладно, хер с ним, значит.